Как-то давно я не покупала шампуни. Посмотрите, сколько они стоят тебе теперь. Хэдншоу 380 рублей. Хэдншоу образ для мужчин 717. 529. Я в шоке. Я просто в шоке. Да, что-то как-то... Я давно не покупала шампунь. Не знаю, я даже не хочу выбрать, слушайте. Пока просто офигеваю. Что, можжевельник? Короче, не знаю, девочки. Ну, блин, 500 рублей на это тратится. Лица Агафьи брать. Ой-ой-ой. Я думаю, что испытала шок с шампунями. Я взяла вот такой вот. До 159. И бальзам до 197. Маш шок меня ждет здесь. На тысячах 379. 228. Я в Ашане, если что. Я в шоке, слушайте. Ничего в это брать. Записи на 9H Абовский. Ну, я не могу. Мне же как такие деньги на дейзик потратить. Ну, ничего, пахнет нормально. Ну, ладно, попробуем. В конце концов, всегда можно вернуться. Я не думаю, что их разберут за такие цены. Ну, да. Блин, конечно, в машине трэш. На фотосессию. Еще багажник весь забит. Ну, ладно. Это будет завтра. Привет, привет. Ну, что, я дома уже частично что-то выложила. Как вы слышите, по чавканью хозяйство ужинает мой мятный чай, который я вчера заварила. Холодненький. Ну, что, каждый день нервы надо успокаивать. Ибо что ни день, то новости. Чай классный. Так, девочки. Что купила? Наша любимая рубрика. Душенька, ты покушала? Молодец. Чек. У нас же переваршаемый чек. Предлагают отправить... Ну, не то, что предлагают. Вот чек на электронную почту. Не знаю, может, мне в спам приходит. Куда он там приходит. Короче, я, видимо, такое лицо сделала. Штежка. Я-ка это вам сейчас распечатаю. Не, я не против того, чтобы экономить бумагу, там, эту ленту, и т.д. И т.п. Ну, просто, понимаете, когда вы набираете там что-то, это 100 рублей, это 200 рублей, это 150. И в итоге вам говорят, сумма 2400, тебе, естественно, 2500. Тебе, естественно, хочется обманять, откуда это счастье. Вот, мало ли, может, пробили, не знаю, картошку по цене авокадо. Как их не контролить? Поэтому, короче, чек мне девушка дала. Значит, что, первым делом, конечно, кабачки. Сезон кабачков я хочу себе еще заготовить на зиму, потому что они, по-моему, 159 рублей. Купила кабачки. Ой, кабачки, баклажаны. Кабачки тоже купила. Баклажаны. Мать-те-ре-бужья. Знаете, что они сделали? Они поменяли шрифт, и теперь вот это выглядит вот в таком виде. То есть, если вам распечатать, я понимаю, почему экономят, потому что проблемы, но вот они, если вы просите, дают в таком, в полу-нечитабельном виде. То есть, шрифт уменьшен настолько, чтобы чек был максимально маленький. Ладно, но мы все равно найдем баклажаны. 59,90 килограмм. У меня на килограмм 885 грамм, на 112,91. Баклажаны чудесные. Вопросов к ним нет. Так, дальше. Перец открытый. Где ты? Перец открытый, перец закрытый. А где перец? А перец был где-то отдельно, точно. Перец я положила сюда. Перец тоже хочу заготовить и сделать плюс перцы зафоршированные. Килограмм перцев стоит 59,90. У меня на 950 грамм. На 56,91. Дальше. Кабачки. Конечно, кабачки я тоже хочу сделать. Хочу сделать еще кабачковую икру с плавленым сыром. Поэтому, конечно же, взяла еще кабачки. Кабачки 49,90. У меня 2,5 килограмма на 126,50. Дальше. Сырого дружба. Для этих же кабачков. 22,91 стоит. Что такое? Бланс, инфин, спид. А, это, наверное... Бум-бум-бум. Это, наверное, бальзам-ополаскиватель. Да, бальзам-сыворотка. Вот такой вот взяла. 197,99. Это был самый дешевый бальзам. Был еще, по-моему, за 150, но тоже, в общем, особый райц. Нет, чистая линия. Я вообще... Пахнет приятно. Надеюсь, волосы не вылезут. Цены, конечно, на шампуни. Нет, я понимаю, что те, которые я смотрела, они там проптангэмбл. Я все понимаю. Ну, какого хрена чистая линия поднимает стоимость до 197 рублей? Под шумок? Может, у них там оборудование? Короче. Я в шоке не передать, каком. Так, ладно, что у нас там дальше по списку? Прокладки. Ну, из песни слов не выкинешь. Ваши они. 44,99. Ультра тонкие. В принципе, они нормальные, адекватные. Если брать любимый мой Олвис, который стоит сейчас вообще, по-моему, по 300 рублей. Ну, взяла вот то, что есть. Взяла две штуки. Приходятся. Климакс-то еще не пришел. Взяла две. Ну, блин, девочки. Я знаю, что не все любят смотреть в прокладки, но... Такая жизненная ситуация. Так, дальше. Прокладки. Покажем. Маска грязь... А, набрала вот таких вот масочек. Они, в принципе, недорогие. Маска грязевая. Вот эта, наверное. Она 15,99. Маска пилинг 14,99. Маска вот такая черная 31. И вот такая вот белая. Ну, тоже, по-моему, рублей 14-15. В общем, это машаннесские радости. Дальше. Мука-резанка. 2 килограмма. 104,90. Стоила она, когда я по сей день раз покупала, по-моему, рублей 80. Причем, по-моему, это был... Кстати, нет, там еще была красная цена была. Ну, в общем, 104,90. Дальше. Девочки, простите, но опять про прокладки. Ежедневки. Тоже Ашановские. Но они классические. Я не вижу особых отличий между, опять же, теми кэфри и хрефри. То есть стоят они 25,99. Дальше. Мур-брик-шок. Что бы это ни было. 127,90. А, это мороженое. Положила уже в морозилку. Дальше. Анти-пер-рон. Господи, это еще одна боль сегодняшнего дня. Дезодорант за 300 рублей. Не могу. Меня прям жаба душит. Поэтому взяла за 59,99. За 60 рублей. Не знаю. Никогда таким не пользовалась, но вроде пахнет приятно. Попробую. Дальше. Виноград белый хусай. Хусай. 149,90. У меня 290 грамм на 43,47. Да, это виноград. Я взяла грозочку винограда. Правда, чек не обманывает. Дальше. Морковь весовая. 26,49 килограмм. У меня 255 грамм на 6,75. Дальше. Мут, клинок, меш. Блин, как они сокращивают. Мешок для мусора, наверное. Клинок. Да, мешки для мусора. 61,99. Лук репчатый. 59,99. Охренеть. Лук, который сейчас в принципе уже выкапывают. С чего 60 рублей стоит? Ладно, 425 грамм на 25,50. 110 мусы с 10 сербло. Шампунь, что ли? Ну, как отличить это сербло или это не сербло? Шампунь Тимурова. От перхоти. Не знаю, попробую. Но хайденшолдер за 389 рублей, ну, прям вот, сидящая во мне жаба, прям вот, задушила меня. Ну, короче, вот такой шампунь. Да, наверное, это он. 123,99. Дальше, сметана. Где у меня сметана? Где-то же у меня есть сметана? А, где сметана? А, вот же сметана. Сметана. 10% 34,99. Ашамовская. Творог обезжиренный. Я взяла, может, печенье сделаю, нахладнее. Посмотрим, если это же силы будет. По 180 грамм, 36,61. Сыр голландский. Ну, короче, такой голландский. Ну, на пиццу сойдет. 149,99. 150 рублей. Твою мать. Но, еще одна боль нашего двора. Это сливочное масло. Дело. 82,5. Какая-то буренка. Оно стоит 156,99. Это было самое недорогое масло. Нет, еще, по-моему, было 150, но тоже. Но оно, по-моему, чуть поменьше было. Вот это вот стоит 156,99. Соль для ванны. Ну, конечно, цены посмотрела. Надо успокаивать нервную систему. Соль для ванны. Тоже, по-моему, стало меньше. Ну, ладно. 500 грамм. А, нет, 500 грамм. 29,99. Благо, вот горячую дали. Дальше. Фарш из индейки 101,99. Фарш из индейки красная цена не было. Он, по-моему, 89,90 стоит. Естественно, его к вечеру уже разобрались. Дальше. Стрипсы из индейки. Почему стрипсы? Потому что ничего. Это вот самое дешевое, что было из индейки. 189,90. Ах ты нет. А что ж такое? Что-то вот сер, сер. Потому что это был не шампунь. КП-110 Омл-С-Сер-Бло за 123 рубля. У меня тут больше ничего не осталось. Короче, она мне что-то пробила какое-то непонятное. Сер-Бло за 123 рубля. Одна штука. Потому что шампунь Тимуров 159,99. Вот он, этот шампунь. Что же это такое? КП-110 МЛ-С-10 Сер-Бло. Сейчас попробую методом тыка. Хотя я уже не вижу, где он тык. Дальше. Увлажняющий крем взяла. Вот он. 199 рублей. Виска взяла за 23,90 на две штуки. Томаты сливовидные 55,90 будем делать вяленые томаты. На килограмм 925 115 рублей. Так, я все вижу, кроме вот этого Сер-Бло за 123. Вот как не печатать чек? Когда все равно наебали. Что это может? И ваше вяло. Сер-Бло за 123. Ну, конечно! Это же краска для волос. Сер-Бло. Точно. Краска для волос. 123,99. Но! Смотрите, какое странное. Я все время пользовалась жемчужный блондин. Она стоит 160. А вот это серебристый блондин. Она стоит 123. Разница? Ну, вот это немножко по сероватей. Но, опять же, у меня наверняка уйдет немножечко вражезну. эффект против желтинный. Ну, я, короче, решила взять попробовать сер-Бло. Вот такое сер-Бло на 2, 492 рубля. Ну, вот как-то так. Все, девочки. Пошла все складывать и отдыхать, потому что завтра у меня денек. Не знаю, глутил поснимать. Все. Чмоки-чмоки и все такое. Субтитры сделал DimaTorzok